С 1 января 2005 года вступает в силу закон о замене льгот денежными компенсациями, более известный как закон о монетизации льгот. Сегодня, наверное, трудно найти тему более злободневную, противоречивую и, как это часто бывало в российской истории, еще раз поделившую граждан на согласившихся сторонников и ярых противников очередного реформирования. Актуальность проблемы подчеркивает и то, что по оценкам социологов монетизацию не поддерживают 58% россиян. Стань грядущее нововведение не столь поспешным и кажущимся для многих катастрофическим, возможно, эта цифра была бы меньше. Но такова действительность. Гражданам, не имеющим возможности каким-либо образом повлиять на эту ситуацию, остается лишь высказывать свое мнение, не рассчитывая быть услышанными, чувствуя себя еще более униженными и оскорбленными. Ну мы вот как блокадники, значит, я считаю, что самые обиженные. У нас у всех пенсия очень маленькая. И доплату сейчас вот установили 1100. И я уже слышу, что по радио говорят 1000. Уже 100 рублей сняли. Так, это во-первых. Во-вторых, 450 рублей теперь отнимут, остается 550 рублей. 350 нам рублей на лекарства. Это очень неприемлемо, потому что вот я второй год хожу, выписывают мне каждый месяц, говорят, положено. Врач говорит, я прихожу, говорят, на вас фонда не отпущено, вам лекарство не положено, нет денег. Вот. Так я считаю, что мы бы сами купили это лекарство на свои деньги, такое, которое нам нужно. А то они выпишут там то, что неприемлемо. Ветеран труда. Вы представляете, 200 рублей. Конечно, я за льготы. Что я на 200 рублей смогу сделать? Телефоны, радио. Все. Ни поездок никаких. Там еще газ, там еще свет. Там еще масса. Чем бы я пользовалась во время льгот. Ну и прямо скажу, что государство всегда останется в накладе, никогда не прогорит. Поэтому вот так с нами и поступает. Поэтому я за льготы. Потому что 200 рублей – это насмешка. пенсия очень низкая, безобразная низкая. Людям жить невозможно. Надо думать о том, как прожить человеку. За границей ездят здесь старенькие все. Мы же поехать никуда не можем. Даже прожить-то не можем. Люди смотрят, что купить на эти копейки. Мы все отдали государству. Отработав по многу-многу лет. И в голоде, и в холоде все пережили. А что нам в ответ на это государство? Считаю, что дума наша не думает о людях совершенно. Не об участниках войны, не о тружениках тыла, не о жителях блокадной Ленинграда. Поэтому уж если есть какие-то льготы, цены повышаются не по дням, а по часам. Пусть хоть эти льготы останутся. Цены. Не надо бы цены повышать. Но они каждый день растут. Вчера пошел в магазин столько, а сегодня идешь столько. Вот так. Но мы считаем, что государство перед нами в большом долгу, в неоплатном долгу. И думе сидеть там. И не стыдно ли предлагать пенсию тысячу рублей? Их бы на эту тысячу посадить, и что бы они стали делать? Мне хочется сказать мнение часовщиков, которые, конечно, желают, чтобы льготы остались. Ну, что мне как участникам войны, конечно, стыдно перед ними. Мне, конечно, полторы тысячи будут платить. Но труженики тыла 300 рублей. Ветераны труда 200 рублей. Ну, что 200 рублей? Десять раз туда-сюда съездил, 200 рублей нет. Остальные льготы плати из своего кармана. Конечно, лучше поставить льготы. Мне кажется, что я бы лучше осталась с льготами. Много приходится ездить везде по всяким вопросам. Ну, потом огород надо ездить и лекарства. У меня все время гипертания держится большое. А ведь инфляция будет. Этих денег нам тоже не хватит. Пенсионер Борис Михайлович Мураткин недоволен тем, что, будучи ветераном войны и почетным донором, по новому закону сможет пользоваться лишь одной выплатой, как ветеран. Почетный донор. Еще 450 теряет. Значит, я теряю 900. А мне сказали, что-нибудь одно. Почему? Тулу брали, пожалуйста, медаль повесили. Берлин брали, медаль повесили. Брагу брали. У меня вот эти льготы. Мне говорят, есть тебе вот что-нибудь одно. Я теряю очень много. И никто мне не вернет ни грамма вообще. Ольге Васильевне Шленкиной, как жителю блокадного Ленинграда, положено выплата около тысячи рублей. Поначалу это показалось ей достаточно большой суммой. Но вскоре мнение переменилось. Ну, когда я разложила на бумажке, то оказалось, что, конечно, это очень мало. Даже для нас, которые уж не так мало все-таки тысячи, не 200 рублей, как ветеранам. Вот нам на 2005 пока оставляют, да? Жилищно-коммунальное. Ведь это все равно не останется. В 2006 или когда-то. Вот я посмотрела. Сколько же прибавится на жилье, если нам не будет льготы? А ее не будет. То же льготы отменяются. Значит, 530 рублей. Это у меня однокомнатная, и я одна. 530 рублей уже. Теперь, ну, два раза, например, через два дня один раз я проеду все-таки. Это за месяц 150 рублей. Плюс. Значит, уже это получается 700. Уходит только на это. Лекарства. Ну, на 200 рублей в месяц. На 200 я возьму. Значит, вот почти вся сумма и уходит. Не считая, что, например, я поеду на железной дороге, полторы тысячи туда и полторы обратно. Это в месяц 300 рублей. И где эти деньги? Как уже было сказано выше, закон о замене льгот разделил российское общество на две половины. Сторонники монетизации находят в ней и положительные моменты. Если, например, взять сельское хозяйство, то я, например, за то, и все они за то, чтобы нужно денежную компенсацию. Потому что, на самом деле, труженики сельского хозяйства, они почти никакими льготными не пользуются. Транспорт на попутной машине или на маршрутном такси. Лекарства они очень редко получают. Да это очень трудно. Надо где-то из деревни ехать к врачу. Сначала получить рецепт. Потом здесь находишься в аптеку раза 3-4. Сходишь, чтобы получить. Причем они, вот, например, по ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства, они же тоже не пользуются ничего. У них только раз в месяц привозят по одному баллону газа. Ну, электроэнергии 50%. По мне, конечно, лучше денежная компенсация. Почему? Потому что я вот только на один приезд, я трачу в месяц 300 рублей. Вот я уже вот подсчитала. Вот теперь железнодорожным транспортом мы, как таковым, тоже раз в год, может быть, и то. Но теперь эти санаторно-курортные лечения тоже, где очереди, во-первых, кто уже подал заявление. У нас нету никакой очереди. Когда мы дождемся, и что? Вот. Ну, медикаменты тоже, я считаю, что лучше покупать за деньги. Я, как ветеран войны, тоже хотел бы, чтобы была денежная компенсация. Это живые будут деньги. Я могу ими распоряжаться, как внукам, что-то давать, выделять. Потому что внуки уже взрослые, но у нас тяжело с работой, безработные иной раз бывают. Минимальный социальный пакет – новое понятие в рамках проводимой реформы. Выяснилось, что не все его потенциальные получатели знают, что это такое, и тем более не могут с уверенностью сказать, хорошо это для них или плохо. Я слышала, но не представляю, что это за такой пакет. Вы не знаете. Вы тоже, да, не знаете? Да нет. Ну, чувствуется то, что если я не хочу пользоваться транспортом железнодорожным, я могу взять деньги. Вот. И также из-за лекарства, также и на санаторные. Обеспокоенность скорыми переменами в своей жизни не отнимает у бывших льготополучателей надежду, что к их мнению все-таки прислушаются, а пожелания учтут при дальнейшей корректировке закона. Пожелание какое? Очень, конечно, мало труженикам тыла. Но что это? 200 рублей. Ну, скажите, пожалуйста, а телефон стоит 150. Чего остается на чего? На чего еще? А без тыла фронт что? Ну, что? Труженики же все-таки помогали. Ну, хорошо, мы в сельской местности, мы только сельским хозяйством занимались. А ведь люди стояли на ящиках, стояли патроны делали, пули, все, гранаты. Работали и ночной смены, и там ночевали на заводах. И мы вот с такими руками картошку копали, чтобы дать фронту тоже пищу. Так что это, по-моему, ну, просто насмешка. Возникает такой вопрос. Вот, например, 50 рублей будет у нас на санаторно-курортное. Вот мы в 2005-м должны обязательно, значит, пакет это получать. А в 2006-м мы можем откатиться. Например, в 2005-м мне дадут путевку, и я съезжу. И что? Как я буду за нее потом рассчитываться? До конца жизни платить или как? 50 рублей – это сколько лет я должна накопить на путевку? Оставить нужно обязательно автобус по городу. Конечно, все ездят в сады. Летнее время, ну, зимнее, ладно, мы. А летнее время ездим в сады. Нам очень это… Мы вот посчитали тоже с мужем, у нас почти уходит месяц 700 рублей на сады. Это очень, конечно, большая трата. Субтитры создавал DimaTorzok